Дорогие детки, выходите, мы вас будем благословлять. Так, и у нас сегодня двое смельчаков. Держи. Добрым быть совсем-совсем непросто, не зависит доброта от роста. Доброта приносит людям радость и взамен не требует награды. Если доброта, как солнце светит, радуются и взрослые, и дети. Аминь. Счастье есть, одна дорога, ей название «Веря в Бога». То дорогу, то порядок, счастье вечное найдет. Ну все? Здорово, да? Я недавно была в кафе и увидела такую картину и задумалась. Там сидела две девушки, две подружки. Я смотрела на них и говорю, Господь, в чем дело? Вообще, что происходит? Почему так? И он мне сказал одно местописание. Я его открыла и совершенно-совершенно по-другому прочитала. Я сейчас хочу поделиться с вами этим словом, потому что я его испытала. Я увидела результат и плод. Сейчас напомню. Это место, где царь Новохадоносор. Это третья глава Даниила с первого стиха. Вспоминаем, да? Царь Новохадоносор построил золотого истукана и сказал... И послал всех, значит, сатрапов, наместников, воевод, верховных судей и так далее по его... По этому списку, значит, послал, чтобы они все ему поклонились. Так? Но там было одно место такое. Когда они ему поклонились? Когда Глашатай громко воскликнул, объявляя... Объявляется вам народы, племена, языки. Удивительно, да? Всего лишь... Это же ведь народ был всего лишь вавилонский. Но он сказал... Народы, племена и языки. Ну, очень громко такое заявление. Знаете, в одной стране объявлять на все народы, на все племена и на все языки. А сейчас я вам прочитаю, как бы это звучало в наше время. Тогда Глашатай громко воскликнул. Объявляются вам народы, племена и языки. В то время, как услышите звук мессенджеров, твиттер, что у нас, контакт, одноклассники, инстаграм, ютуб, рутуб, всевозможные остальные моменты, то вы падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь на вухтоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленный огнем. Кажется, вроде как бы не состыковочка, да? Это не новый перевод. Я могу вам доказать. Будьте добры, слайд, первые слайды. Что такое возможно. И что все должны быть поклонены одновременно. Да, вот пришли друзья в кафе. Общаются. Можно второй. Да, целая семья. Услышали звуки и бегом поклонились. Прекрасно. Это друзья вообще, которые давно не виделись. Да, это вообще целая группа друзей, которые давно-давно не виделись. Они даже сняли место, чтобы отметить большое событие, но услышали звук и поклонились. Я хочу вам сказать, что все языки, народы и все племена, но осталось трое из всех языков, народов и племен, которые не поклонились, которые остались безучастны. И когда я это увидела, я в этот же вечер пришла домой. Потому что, ну, вы думаете, я что ли тут не сидела? Я пришла домой и просто приняла решение, что сейчас я уберу просто так телефон и не буду. И вообще просто близко у меня не будет. И я села читать книгу. Я читала в объятиях отца. Я села читать, а телефон намеренно, он прям убран был. Не поверите, подходит ко мне мой сын и говорит, можно я с тобой посижу? Я говорю, ну, хорошо. Он говорит, что читаешь? Я говорю, вот, в объятиях отца. Это взрослая книга. Он говорит, а читай вслух, я тоже послушаю. Я начала читать вслух. Пришел второй сын, сел рядом. И он сидел-сидел, а потом говорит, там много еще? Я в шахматы хочу поиграть. Я говорю, милый, я тебя не звала. Ты сам пришел? Он, ладно, мам, давай лучше с тобой посижу. Потом опять сидит. Ну, что там много? Я говорю, милый, я тебя не держу. Ты сам пришел? Он говорит, не, лучше с тобой, давай посидим. И вот, представляете, мои дети, я увидела сразу, сработало слово Бога, что нас извлекут из раскаленной печи. И мы в тот вечер, читая взрослую книгу, мы размышляли о взрослом уже, знаете, как взрослые. И в тот момент, я когда уже закрыла книгу, я говорю, а давайте прогуляемся по небесам. И мы подняли его проблему. Я говорю, а посмотри теперь, какого оно цвета, как оно выглядит. Он увидел. Мы это все отдали Иисусу. Это был такой классный вечер. Он был настолько сладкий. И после этого мы начали решать вопрос, как нам быть, как нам продолжить вот это время сладости, когда нам не надо тянуть наших детей, чтобы они почитали слово или чтобы они помолились. Нам просто нужно время тишины, когда мы вот не поклоняемся золотому истукану, а когда мы откладываем намеренно, как евреи, выделенные, знаете. И у нас, так как у нас трое маленьких и двое старших, то мы стали маленьких укладывать в 8 часов вечера спать. И вот они, значит, уходят в 8 часов. И с 8 до 9 у нас есть час для взрослых детей. И просто мы начали сначала просто играть. Мы купили игр настольных и стали играть. Знаете, как это здорово. А однажды мне дети буквально вот в этой же неделе, они мне что-то очень сильно помогли. И вечером говорю, ребят, а я хочу вас наградить. Они такие, чем? Я говорю, я с каждым поиграю в ту игру, которая тебе нравится. Ну, старшему нравятся шахматы, а младший поиграл в другую игру. Но это было такое классное время. И мы в этот момент, мы играя, мы общались. Мы дома, честно сказать, специально не устраиваем духовные уроки. Мы вообще все время живем в общении. И через это дети быстрее учат слово. Они быстрее все. Они просто в этом живут по-настоящему и долго. Поэтому я вам хочу показать другие слайды, чтобы вы ушли отсюда не расстроены. Что можно сделать вот так. Можно нам вторую часть слайдов? Посмотрите. Классно? А можно еще один? Можно просто почитать. Я не думаю, что это сделанные фотографии специально, чтобы эти эмоции рождаются, когда мы проводим время вместе. Но при этом нужно отложить поклонение к золотому истукану. И нам, Господь, я хочу у вас, детки, и нас, родители, благословить одним местом, знаете, как печатью. Что это доказательной печатью, что Бог тоже так имеет в виду. Вот так. Детки, давайте все вместе теперь, вообще все давайте скажем, запечатаем, что мы род избранный. Мы реально избранные евреи, потому, знаете, избранные, что они действительно избирали, их Бог избрал, и они чувствовали это избрание, и делали правильный выбор, и отстаивали свою позицию. И поэтому я вас благословляю отстоять вот эту позицию быть евреем, а не поклонникам золотому истукану. А давайте теперь все вместе скажем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Дети, я вас благословляю во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.